ВОТОРОМ ПО ВЕЛЬЧЕНЕ ГОРДЕ ОБЛАСТИ ВОТОРОМ ПО ВЕЛЬЧЕНЕ ГОРДЕ ОБЛАСТИ ВОТОРОМ ПО ВЕЛЬЧЕНЕ ГОРДЕ ОБЛАСТИ Организаторы обещали собраться еще раз и пригласили участников митинга на заседание Городской думы. Эти митинги ничего в городе у нас хорошего не сделают. У нас полностью парализована работа в городе, я так считаю. То есть состоялись у них там конкурсы, не состоялся, мы этого ничего не знаем. Поэтому, ну, есть у нас действующие губернаторы, есть у нас исполняющие обязанности. Ну, наконец-то пусть дадут им работать. Городская дума прошла так же вяло, как и митинг у ее здания. Пока не дошли до последнего вопроса, касавшегося обращения к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в Димитровграде. Этот вопрос дополнительно был внесен в повестку заседания. Хотя в нем присутствуют недостоверные сведения, будто губернатор подал заявление в суд руководствуясь личными интересами. Из раз в раз цитируется условная фраза про личный интерес. Я думаю, что те запросовые лица, которые получили определение суда и имеют право ознакомиться с дисковым заявлением, знают, что подобных фразы в дисковом заявлении нет и быть не может. Большинство депутатов, несмотря ни на что, проголосовали за обращение. Стабильности в городе оно не принесет. А проблем у Димитровграда много. Их озвучил на заседании Думы прокурор города Игорь Силантьев. Долги за газ, открытие нового кладбища, рост числа ВИЧ-инфицированных и другие. Вместо этого Дума, большинство депутатов, которые принадлежат КПРФ, озаботилась политическими интригами. И от этой неопределенности больше всего страдают простые димитровградцы, которые хотят просто нормально жить и чтобы злободневные вопросы города решались. Егор Титов, новости дня, Ульяновская правда.